Управление и образование администрации города Чебоксара четвертый год успешно реализует проект школа будущего руководителя. Он помогает сформировать кадровый резерв. В этом году участниками стали 14 человек. У одного из этапов говорящее название – тень директора. Сергей Бесчастнов, учитель русского языка и литературы столичной школы номер 9, следует по пятам за директором лицея номер 4 Натальей Коноваловой. С утра и до самого вечера они вместе разбираются в тонкостях управления учреждением образования. Соблюдение ограничительных мер, проверка школьного расписания, чтобы не было сбоев. Интересные внеклассные занятия, работа с документами и уроки тоже никто не отменял. Ощущение, что день директора включает в себя 24 часа и все надо успеть. Самое главное в школе – это мотивация наших учеников. Там очень много, целый проект, я вам говорила, да как это делается, но вот детям вручаются. Вот в начальной школе ямлицей, это вот одно. Потом, значит, лучшим из лучших – это за олимпиады, за соревнования и так далее. На себе примеряю все эффективные механизмы управления школой. Впечатление у меня хорошее. Участие в проекте для меня важно, так как я себя вижу на руководящей должности. Хотелось бы учиться еще большего, постигать эту сложную науку управления. Все участники проекта закреплены за директорами разных образовательных организаций. Среди них две гимназии, три лицея, девять общеобразовательных школ. Важно, что стажировка проходит не в том учебном заведении, в котором работает сам участник проекта. Опыт от практики здесь получают не только конкурсанты, но и сами директора. Я считаю своей обязанностью, как представителя старшего поколения руководителя, передавать опыт, а тем более таким замечательным молодым людям, девушкам и юношам, которые амбициозны, которые профессионально подходят ко всем вопросам и карьерного роста, и педагогическому профессионализму. Успешно прошедшие стажировку будут рекомендованы для включения в кадровый резерв. Ульяна Пятакова, Игорь Зверев, Республика.